Добрый день, уважаемые зрители! Портал Союзного Государства совместно с Национальным пресс-центром проводит интернет-видеобрифинг «Единое образовательное пространство России и Беларуси. Проблемы и перспективы развития». Сегодня мы в гостях у директора филиала Российского государственного социального университета в Минске Политаева Сергея Александровича. Здравствуйте! Создание единого образовательного пространства является приоритетной задачей для органов госуправления и учреждений образования Беларуси и России. А какие препятствия для его формирования, на Ваш взгляд, существуют на данном этапе? И насколько за последние годы продвинулся этот процесс? Если говорить о едином образовательном пространстве, то мы здесь можем назвать большое количество документов, которые подписаны и в рамках Союзного государства, и в рамках СНГ в 1997 году, и в рамках Евразийского союза. В общем-то, казалось бы, нормативной базы достаточно, но вместе с тем, когда начинаешь решать конкретные проблемы, сталкиваешься с тем, что эта нормативная база противоречит друг другу. И между Россией и Беларусь, и в рамках СНГ, и Евразийского союза, потому что дьявол, как всегда, прячется в деталях. И вот эта непроработанность на уровне министерств, ведомств, конкретных инструкций, положений, вот она отнимает больше всего времени и сил. То есть, если кого-нибудь спросить, он против единого образовательного пространства? Конечно, такого человека не будет. Но когда конкретный человек на своем рабочем месте начинает принимать какие-то решения, он руководствуется нормативной базой ближайшей, инструкции ведомственные, подзаконные акты, законодательные национальные акты, мнение ближайшего начальника. А вот эти все соглашения международные, это пусть решает проблему Министерства иностранных дел, международных отношений и так далее. Поэтому здесь необходима проработка именно таких локальных нормативных актов, решающих конкретные проблемы вузов. Потому что под единым образовательным пространством подразумевается не какой-то такой основополагающий нормативный акт, а создание условий для сотрудничества с объектов образования двух стран. И, к сожалению, здесь, вот за тот период, что мы занимаемся созданием филиала за последние 15 лет, есть даже не прогресс, а некоторый регресс. Потому что если мы посмотрим соглашение о едином образовательном пространстве стран СНГ, то там говорилось о кооперации и сотрудничестве вузов стран, о создании совместных учебных заведений. Потом, когда принимался уже концепт социального развития Советского государства, можно было ожидать, что вот эта мысль получит дальнейшее развитие. А на самом деле, скажем, речь о совместных учебных заведениях, она просто исчезла. И там начали говорить уже о кооперации, о сотрудничестве, о поддержке инициатив субъектов образования двух стран. Поэтому потихонечку такое размывание происходит. То есть декларируются цели союзного строительства и, в частности, единого образовательного пространства. Но ситуация, к сожалению, топчется на месте. Потому что даже такой пример. В рамках союзного государства, еще в первоочередных мерах по созданию союза Белоруссии и России, потом союзного государства, было прописано принять программу создания генообразовательного пространства. Министерство образования России и Белоруссии долго и обсуждали. Несколько раз им Совет Министров союзного государства делал замечание, что они ее не представили. Но в конечном итоге она не представлена, ее сняли с повестки дня, просто не стали принимать. И решили, что достаточно совместных коллегий, которые будут обсуждать эти проблемы. Эти коллеги действительно проходят, обсуждаются. Но вот что меня лично настораживает, ни разу ни наш университет, ни, насколько я знаю, мы здесь работаем, ни Российский Белорусский университет, вот так вот, по крайней мере, нас на эти коллеги не приглашали и не спрашивали, а вообще какие у вас проблемы и что необходимо для того, чтобы совместные проекты образовательные в рамках союзного государства осуществлялись и не препятствовались. Не могу сказать, что эти темы не обсуждались. В 2008 году в Могилеве была конференция по деятельности от Российско-Белорусского университета и филиалов российских вузов Белоруссии. В 2009 году наш университет совместно с БГУ организовывали за счет средств бюджета союза большую конференцию по единому образовательному пространству союзного государства. Все эти проблемы обсуждаются, но если вы спросили о прогрессе в решении этих проблем, то я его последние несколько лет не вижу. То есть ситуация сохраняется в том виде, в котором она существует на моей памяти последние лет 10. То есть установится, как она обсуждается? Да, она обсуждается. Мы предлагали создавать рабочие группы, в которые принимали участие не только представители российского, белорусского Миноборта, представители союзного государства, но и вузы, которые реально участвуют в этих проектах. К сожалению, вот таких рабочих групп, которые прорабатывают документы, и потом они находят какую-то свою реализацию, принимаются законодательными органами двух стран или органами союзного государства, вот такого механизма постоянного обсуждения проблем, нахождения решений и придания им каких-то нормативных документов, вот, к сожалению, такого механизма пока нет.